Всем привет! Мы на канале Вот Так, а мы с вами по-прежнему на Бали. Сегодня будет такой выпуск, посвященный нашей жизни на Бали. То есть мы вам покажем кафе, где мы кушаем, магазин, куда мы ходим, сориентируем по ценам. Ну и еще кое-какие вещи, которые мы хотели бы вам показать именно в этом выпуске. Давайте начинать. Сейчас у нас как раз время обеда. Сегодня мы приехали на побережье для того, чтобы покушать. Зашли в Арунг и сейчас покажем, как он выглядит, сколько стоит, все расскажем. И вкусно это или нет. Вперед! Друзья, я вам уже рассказал, что мы живем в Сануре. Вот так вот здесь выглядит пляж сегодня. Очень много водорослей. Но здесь, в принципе, не купаются, потому что здесь много лодок, да? Купаются вот там дальше. Там, конечно, почище. Но, тем не менее, вот вы видите, да? Как выглядит пляж в Сануре. Сегодня мы обедаем в Арунге, называется Титис. Вот так вот он выглядит. И посмотрим, вкусно ли здесь кормят. Так, мы заказали два стейка из Туны. Она сервируется автоматически картошкой фри, салатом. Сейчас попробуем с каким-то соусом еще таким. Луквым каким-то. Сейчас попробуем. Вкусно. Итак, стейк стоит 50 тысяч рупий. Вода стоит 15 тысяч рупий. Так, мы выпили по две воды, иначе у нас получилось все вместе 160 тысяч рупий. За вкусную еду это недорого. С видом на океан тем более. Мы едем дальше, потому что у нас следующая остановка. Это магазин, в котором мы вам покажем цены на продукты. Актуальные на апрель 2019 года. Итак, мы приехали в магазин, который называется Кабри Смоллс. Здесь в Сануре нет таких крупных магазинов, как, например, Паттайе, там, Бикси, Лотус. Здесь они такие не очень большие. На первом этаже находится продуктовый. На втором одежде сувениры, одежда, сувениры. В общем, такая всякая хрень. И сейчас мы идем именно смотреть продукты, потому что хотим показать, если вы приедете сюда не на две недели, как вот пакетником, да, а как мы, там, пожить и готовите сами, то вам, наверное, будет наверняка интересно посмотреть, что почем здесь. Это, кстати, здесь дешевле, чем в популярном маркете, поэтому мы приехали именно сюда. Начнем с отдела воды. Покажу сейчас, сколько стоит пиво. Местное пиво, которое самое известное, называется Бинтан. 620 миллилитров, у них нет 0,5. 620 миллилитров стоит 36 690 за штуку. Кола, спрайт, большая бутылка стоит 14 490. Соки здесь дорогие, так же, как и в Таиланде. 30 тысяч, 28 тысяч. Ну, то есть, как бы, считаю, что они стоят переплачивать. Тем более, не натуральные они, а натуральные соки стоят намного подешевле. В Варунгах. Очень большой отдел специй. Тут хотите так, хотите поштучно. То есть, кому что надо, выбирайте. Цена в среднем будет... Минеральная вода, значит, 1,5 литра, 5 690. Большая бутылка, сколько, 8? 23 890. Помните, в одном из выпусков я вам рассказывал про самый дорогой кофе в мире? Лювар кофе. Так вот, здесь уже молотый вариант. Вот такая пачка стоит... 150 грамм стоит 305 тысяч рублей. Не дешево. Чай в пакетах. Но это не местный, это привозной, да. Цена 101 390. Вообще, очень дорого. Ну, есть и дешевле. Ну, есть и дешевле. Вот, например, на 39 990. Это, наверное, уже какой-то местный чай. Ну, да, классический. По курице, смотрите, окорочка. 49 990 за килограмм. Дорого. Рыба здесь тоже дорогая. Туна, например, стоит 108 890 за килограмм. Но вы никогда знаете или слышали, что, конечно, рыбу здесь надо покупать на рынках, на местах, потому что там это все дешевле и там она свежее. Потому что здесь, хоть она и свежезамороженная, но неизвестно, сколько она лежит. А там уже только выловили, и все сразу продается. Рисов здесь много на любой вкус. Средняя цена будет 2,5 килограмма 31 490, 10 килограмм 125 790. Итак, десяток яиц будет стоить 33 190. Короче, дыни 1219 за 100 грамм. Здесь, кстати говоря, очень мало фруктов, и они очень дорогие по сравнению с Паттайой. Единственное, что здесь дешевле, это... Как он называется? Большой. Вонючий. Дуриан. Дуриан. Потому что сейчас сезон, и дурианов очень много вдоль дороги, и они дешево стоят. Дешевле, чем в Паттайе, и они здесь вкуснее. Они небольшие такие, они здесь слаще и насыщеннее. Так что обязательно попробуйте дурианы здесь. А ананасы, кстати, здесь невкусные. Бананы 22, 990 за килограмм. Но опять же, да, смотрите, все фрукты надо, конечно, покупать в лотках на улице, потому что там это все дешевле, чем в магазине. Как и везде, в Паттайе тоже в магазине дороже, чем на улице. Вот такой манго нарезанный, да, мы в Паттайе покупали за штуку, там, 30 бат. 20? 20 бат. А здесь, получается, 42 740 за такой вот лоточек. И, конечно, здесь есть большой отдел бытовой химии, плюс там всякие сковородки. Ну, в общем, все, что нужно, вы в этом магазине можете найти. Здесь ценник, я думаю, что не имеет смысла вам показывать. У каждого индивидуальные потребности, и каждому нужно что-то свое. Поэтому, да, в этом магазине вы сможете приобрести и продукты, и бытовую химию, и какие-то там необходимые вещи в быту. Все, обзор заканчиваем магазин, и едем дальше. Платить можно, кстати, и наличными, и картой. Чаще всего расплачиваю с картой. Откуда мы начинали, там, собственно говоря, и заканчиваем. Сегодня это финальное видео на острове Бали, потому что нам пора ехать в другое место. Что можно сказать? Вы знаете, я давно стремился попасть именно на океан. Почему получился Бали? Потому что, ну, как бы вы сами понимаете, да, по Юго-Восточной Азии перелеты дешевые, поэтому мы решили, что это будет Бали. А именно за стремление сюда приехать, у меня такого не было. И, вы знаете, как бы, получается так, что, в принципе, остров, как бы, я не пропитался островом. То есть, знаете, вот всегда есть какая-то энергетическая, да, связь с чем-либо там, с кем-либо. Вот у меня не случилось, к сожалению. Я понимаю, что, может быть, прошло мало времени, может быть, еще что-то. Но обычно бывает это сразу, да, то есть ты пропитываешься, либо ты не пропитываешься. Вот я не пропитался, к сожалению. Но вам обязательно стоит сюда приехать, если у вас есть желание, почему бы и нет. Здесь есть океан, здесь есть пляжи, здесь есть очень красивая природа. Здесь есть все для того, чтобы отдыхать. Но не сидите столько на пляжах, обязательно езжайте вглубь острова. Смотрите все эти рисовые террасы, вулканы. Это все стоит вашего внимания. Конечно, Бали он прекрасен, но, к сожалению, это не мой остров. Вот такие итоги. Наше приключение на Бали закончилось. Всех любим, целуем. Не забывайте подписываться, ставьте колокольчик обязательно. И увидимся уже в новом месте. А где? Скоро узнаете. Все, пока.